Здравствуйте! На календаре 19 апреля воскресенья и как всегда в это время журналисты канала ПС готовы подвести итоги уходящей недели. Основной центр принятия решений по освоению Северного морского пути должен располагаться в Архангельске. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин на церемонии закладки атомной подводной лодки Архангельск. Глава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики также подчеркнул, что 21 век должен стать веком Арктики и Архангельска. Новые вызовы времени позволят продолжить преобразование, начатое в столице Поморья. Обо всем этом мы говорили с мэром Архангельска Виктором Павленко. Улица Ваучейского – самый крупный объект дорожного строительства в Архангельске за последние 20 лет. Из заброшенной грунтовой дороги она превратилась в современную четырехполосную автомагистраль. Улица Ваучейского стала не просто дорогой главному храму Архангельской области – кафедральному собору. Она продолжила курс на обновление города, взятый мэром Виктором Павленко и его командой. Сегодня появление новых возможностей для Архангельска связывают с развитием Арктики. По словам президента страны Владимира Путина, возрождение Арктического региона видится прежде всего сквозь призму возрождения Северного морского пути. Поэтому Государственная комиссия по вопросам развития Арктики будет уделять этому направлению самое пристальное внимание. Не случайно глава этого ведомства, заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, будучи в Архангельске, подтвердил важную роль нашего города в новейшей истории Севморпути. Заявление Дмитрия Олеговича Рогозина, вице-премьера, о том, что надо не в теплых кабинетах Москвы, а передвигать все решающие органы и структуры сюда, в Архангельск, Мурманск, Ненецк, автономный округ, по всему Севморпути. Это, конечно, очень хорошее заявление. Особенно, конечно, мне понравилось его заявление, что 21 век – это век развития Арктики и города Архангельска. Путь России в Арктику начинался из Архангельска. Наш город и сегодня не растерял своего потенциала для продолжения исследований в этой точке земного шара. Десять лет назад в стратегии развития города Архангельска уже предусматривали Северно-Арктический федеральный университет, а вот он уже образован там, а мы это в стратегии прописывали. Это в стратегии развития Арктики, Севморпути. Конечно, город Архангельска – это ворота в Арктике. Некоторые пытаются назвать, что это уже исторические ворота. Я с этим категорически не согласен, потому что все предпосылки и транспорта, и порта, и развития глубоководного порта в городе Архангельске – они есть. Просто если это сойдется действительно в программе развития Арктики в целом, то Архангельска будет снова занимать ведущее место. Немалая роль отводится Архангельску в решении вопросов национальной безопасности. Легендарный завод «Красная кузница» снова должен стать одним из флагманов судостроения. Федеральная программа развития этой отрасли, рассчитанная на пять лет, предусматривает более 10 миллиардов рублей для модернизации предприятия. В «Красной кузнеце» есть пример все-таки развития производства. Предприятия, которые в свое время разбазарили, распродали и так далее. Государственные предприятия, мощнейшие 150-летней истории. «Красная кузница» знаменитая, где первые суда Петр I еще строил. Сейчас вот наступила такая агломерация и корпорация с всем нашим предприятием, государственные предприятия. И существует государственная программа развития этого завода. Поэтому мы видим перспективу развития города Архангельска с военно-промышленной, судостроительной. А в дальнейшем, то что мы говорим, развитие Арктики и производство для Арктики, вся работа, вот именно в развитии «Красной кузнецы». В рамках государственной программы развития судостроения планируется строительство нового жилого микрорайона в Соломбале на 40 тысяч квадратных метров. Уже есть инвестор, готовый приступить к их возведению. Кстати, об инвесторах. Общий объем инвестиций в строительство превышает 9 миллиардов рублей. Сейчас в Архангельске идет строительство 55 жилых домов, общая площадь которых 363 тысячи квадратных метров. Городская программа развития застроенных территорий стала эффективным механизмом привлечения инвесторов. Они строят жилье коммерческое, так его назовем, да, и при этом расселяют. Вот на сегодняшний день уже там 150 квартир, они выделили, переселили людей из ветховаренного жилья. То есть мы, не вкладывая средства бюджетных, решаем эту задачу ликвидации ветховаренного жилья. А посмотрите, сколько инвестиций они вложили на перекладку инфраструктуры, все же новое. Нормальную жизнедеятельность новых жилых микрорайонов невозможно представить без строительства детских садов. С 2007-го муниципалитет построил 8 зданий детсадов. Сдается по одному детсаду в год. Мы последовательно, несмотря на всякие трудности, мы двигаемся. Есть у нас сегодня заделы еще на 2-3 садика. Конечно, потребность есть порядка 7-8 детских садов. Мы, конечно, один построили по частного государственного партнерства, остальные восстанавливаем, возвращая их в систему дошкольного образования. На основе частного государственного партнерства появился детский сад на улице Добролюбова, что в Северном округе за счет эффективного использования пространства в уже существующих дошкольных учреждениях за последние 7 лет удалось дополнительно открыть 91 группу почти на 1800 мест. Кроме того, продолжается работа по возвращению зданий детских садов, которые в 90-е годы были переданы различным структурам. У нас есть пару садиков, осталось еще в бизнесе, мы с ними ведем переговоры, но они ставят такие вопросы выкупа. Вот сейчас администрация области у предпринимателей выкупила такой детский садик большой на улице Роза-Лексенбург, 120 миллионов они заплатили. Ну вот сколько, не знаю, уложили в ремонт, где-то к июнь месяцу этот садик будет сдан. До 2017 года в Архангельске планируется строительство еще 8 детских садов. Это значит, что город развивается, прирастает новыми жителями. Это в том числе и им предстоит осваивать новые специальности, обладевать новыми профессиями, связанными с освоением Арктики, куда Архангельск вновь откроет свои ворота. Надежду все-таки дает развитие Арктики, Севморпути, и все производства, и людские ресурсы, и обучение в Северо-Арктическом федеральном университете должны быть направлены и строительство жилья, и восстановление жилья. Вот все-таки с этим связано. Я надеюсь, что все-таки развитие производства направлено на развитие Арктики даст вот этот всплеск развитию города Архангельского по всем направлениям. Вот я на это надеюсь, живу этой надеждой. Самая короткая дорога между Европой и Азией, Северный морской путь должен объединить все страны Арктического региона. Архангельск станет центром принятия решений по этому стратегическому направлению. Наш город по-прежнему нужен стране. Ему, как и прежде, отводится большая роль и ответственная миссия стоять на страже национальных интересов. По распоряжению мэра Архангельска создана рабочая группа по разработке изменений в правила благоустройства и озеленения города. Накануне состоялось первое заседание, где обсуждались необходимые дополнения в документ. Горожане стремятся обустраивать территорию своих домов и сократить количество транспорта во дворах. Однако установить шлагбаумы и ограждения для парковок возможно только с письменного разрешения администрации города, даже в том случае, если земля находится не в собственности муниципалитета. Шлагбаумы не должны препятствовать проезду спецтехники. Другой актуальный вопрос обсуждения – применение санкции в соответствии с правилами благоустройства за плохое содержание заездных карманов, находящихся в ведении частных организаций. Если вычистили карман на дорогу, условно говоря, техника идет с снегоуборочной, они этот снег забирают. Иначе, получается, у нас волы будут за этими карманами расти. Те предложения должны все-таки внести ясность и отрегулировать взаимоотношения между мэрией города Архангельска, управляющими компаниями, в части содержания придомовых территорий, в части обращения с твердобытовыми отходами, а также по взаимоотношению с организациями различных форм собственности, также по содержанию прилегающих территорий и контролем за выполнением всех мероприятий, которые связаны с благоустройством. Это в том числе и касается, наверное, всевозможных разрытий на территории города, которые несут, скажем так, необходимость, связанную с прокладкой новых коммуникаций, устройства всяких кабельных линий. Я думаю, что эта рабочая группа должна будет рассмотреть все предложения и в конечном итоге принять такой документ и вынести его на утверждение депутатам городской думы. Все предложения и замечания в новые правила благоустройства рабочая группа направит депутатам Гордумы для принятия соответствующего решения, после чего уже региональный парламент рассмотрит поправки в областной закон об административных правонарушениях. Там должны появиться новые статьи, по которым нарушители правил благоустройства будут привлекаться к ответственности. На совещании в мэрии обсуждались и вопросы пожарной безопасности. Весной становится актуальной проблема поджогов мусора и сухой травы. В минувшем году это стало причиной возгорания в 27 жилых домах. Большинству из них удалось отстоять от огня. Во избежание повторения опасных ситуаций в начале апреля «Мэр Марк Ангельска» было подписано распоряжение о запрете сжигания сухой травы и отходов. Успешная защита города в основном зависит от обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Организация патрулирования добровольными пожарными. У нас сейчас добровольные пожарные есть в каждом школе, в каждом садике, на каждом предприятии. В текущем году особое внимание будет уделено пожарному водоснабжению, в том числе на островных территориях. Это в первую очередь подготовка и состояние источников водозабора, это пожарные гидранты, это пожарные водоемы и создание необходимых запасов материальных для ликвидации и предупреждения возможных, скажем так, нештатных ситуаций. В ближайшее время специалисты городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приступят к проверкам пожарных гидрантов, установке информационных аншлагов, а также к ликвидации несанкционированных свалок, чтобы минимизировать риск возникновения пожаров. В Архангельске завершился конкурс школьных сочинений именно обелиски, который в год 70-летия Победы объявил Департамент образования мэрии областного центра и редакция газеты «Архангельск. Город воинской славы». Ученикам и ученицам предложили провести исследовательские работы и рассказать о героях Великой Отечественной войны. Многие писали о своих родственниках. Елена Матвеева встретилась с одними из победителей конкурса. Дарья Хомякова отлично помнит рассказы своей прабабушки Марии Дмитриевны о скромном и очень добром парне, герое Североморца Алексея Клепаче. Оба двойны работали здесь, в дупо на станции Сокогорка. Лёше суждено было повторить подвиг Александра Матросова. В октябре 44-го в ходе пиццамо-киркинезской операции 20-летний автоматчик Клепач закрыл с собой амбразуру немецкого ДОТа. Его посмертно наградили орденом Отечественной войны второй степени. Самая молодая улица в Сокогорке названа именем Алексея Ивановича Клепача. Для меня Алексей не просто какой-то отличенный далекий герой из прошлого, а близкий не человек, потому что он жив здесь, в зеленом бару, ходил по той же земле, что и я. Ценой жизни. Так называла Дарья свое сочинение о подвиге Алексея Клепача. Она и еще 160 участников конкурса «Имя на обелиске», который прошел под патронатом мэра Архангельска, проделали большой путь в прошлое, проливая свет на судьбы героев Великой Отечественной. Четвероклассник Юра Зайцев, например, рассказал о своем прадеде Василии Леонтьеве. Его имя высечено на обелиске в селе Кехта. Воевал солдат Леонтьев в составе 23-й гвардейской дивизии. Последнее письмо с фронта от него пришло в ноябре 42-го, а потом после Демянской операции доставили извещение. Пропал без вести. Вот там почти вся дивизия полегла. Мы так думаем, что он, скорее всего, пропал где-то в лесах, когда наступали. Там ведь была болотистая местность. Лучшие сочинения конкурса «Имя на обелиске» появятся на страницах газеты «Архангельский город воинской славы», который выйдет 9 мая. Подготовка этого номера к печати уже началась. Еще вчера мы могли дискутировать с вами о том, насколько глубокая должна быть патриотическая работа в школе, в городе в целом. Сегодня Украина, события на Украине дают нам полномасштабный ответ на все наши вопросы, на все наши сомнения. И в этом плане инициатива мэра города Архангельска о том, чтобы мы провели вот этот конкурс «Имена на обелисках» как раз говорит о том, что мы способны хранить память о войне, способны хранить память о людях, которые принесли победу, и мы умеем быть им благодарны. И вот сочинения школьников это еще раз нам показали. А еще сочинения доказали – герои не умирают, они навсегда остаются в памяти. 9 мая в день 70-летия победы по Троицкому проспекту пройдет «Бессмертный полк». Его история началась в 2012 году. Год спустя ряды полка пополнили и архангелогородцы. С тех пор жители города воинской славы стали активными участниками самой масштабной акции памяти. Три года назад в колонне «Бессмертного полка» по Троицкому проспекту прошло более 400 горожан. С фотографий на нас смотрят молодые и пожилые, серьезные и улыбчивые герои войны. Это им аплодируют ныне живущие. Это мои братья родные, погибшие в войне. Вот Михаил Васильевич. Прошел всю войну с 41 по 45. Погиб 13 февраля 45 года. Похоронен в Польше. Уже в мае 2014-го в «Бессмертном полку» заметно прибыло. Более полутора тысяч архангелогородцев стали участниками акции. Папа погиб в финскую войну. Пока было просто извещение с длинным прочерком, мы вообще ничего не знали. Когда я сумела через центр вот этого патриотического воспитания добыть все сведения о нем. И вплоть до того, что я в прошлом году, в августе, съездила на захоронение в Финляндию с сыном из племянницы. Поэтому я решила, что в параде мы должны участвовать. Быть участником акции «Бессмертный полк» не только почетно, но и значимо. Жители города воинской славы от них это отлично понимают. Основное количество участников «Бессмертного полка», участвующих в митинге 9 мая, это, конечно же, архангелогородцы. Для архангелогородцев, для жителей города воинской славы память об участниках Великой Отечественной войны, я думаю, что это очень важно. На протяжении многих лет в школах города Архангельска педагогические работники, не переставая, говорят со школьниками о том, как важна и свята память о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне и кто завоевал нам победу. И вот эта системная работа привела к тому, что как только организаторы акции «Бессмертный полк» объявили об этом начинании, сразу же сотни архангелогородцев влились в ряды «Бессмертного полка». Присоединиться к акции «Бессмертный полк» может каждый желающий. Для этого нужно прийти в Центр патриотического воспитания и до призывной подготовки молодежи. Там фотографию вашего родственника перенесут на специальный штендер. На него же нанесут имя и фамилию героя, в случае, если фото вы не располагаете. Дочь фронтовика Василия Никипелова, Нина Хомякова, решила стать участницей акции. В первые дни Великой Отечественной от отца пришло только одно письмо, а потом с Карельского фронта прислали известие – пропал без вести. И вот теперь, спустя десятилетия, красноармеец Никипелов снова будет в строю. В строю бесстрашных и бессмертных. Это для меня будет что-то такое возвышенное, что наконец-то я начала хоть что-то, чего-то про свое опознавать. Это очень великое дело. Очень, да. Так что спасибо тем, кто это придумал. 9 мая бессмертный полк вновь пройдет по Троицкому проспекту. Герои будут смотреть со своих фотографий на жителей города воинская слава, на тех, кому они подарили мир, на тех, кто с благодарностью помнит о них. Фотографии для изготовления штендеров принимаются до 30 апреля в Центре патриотического воспитания и до призывной подготовки молодежи каждую среду с 9 до 17 часов. Адрес Центра – проспект Троицкий, дом 118, кабинет 23. Такой выдалась эта неделя для Архангельска. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья с пожеланиями всего самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова